Я предпочитаю не рассуждать о том, о чем мы не можем достоверно знать, во-первых. Припускать вы не любите? Ну, я не люблю, потому что это какая-то политология с астрологией в перемешку. Трудно сказать. Я думаю, что вопрос решался, конечно, между Бараком Обамой и Путиным, потому что, по моим ощущениям, Путин считает достойным себя собеседником только Барака Обамы. Вообще, многое, что он делает в политике, мотивируется тем, что он хочет быть на равном с Обамой, на равных с президентом США. И это важно. Если бы не было звонка Обамы, там месяц, кажется, назад это было, то продолжения бы не было. Все остальное, это уже было утрясение деталей, нормандский формат, конкретные какие-то вещи. Но перелом произошел тогда, на мой взгляд. Это опять оценочное суждение. Что касается дальнейших событий, я думаю, что никому в Украине и в мире не стоит впадать в эйфорию. Это огромная радость, что Надежда Савченко свободна. Это величайший человек в истории Украины, роль которой еще предстоит нам оценить. Ну и в политике тоже. Не будем об этом сейчас говорить подробно. Но дальше будет вот что. Дело в том, что Украина и Россия находятся в неравных условиях. Это условия, когда идет школьник-отличник, у которого распорядок дня. Он соблюдает все законы, правила. Он такой культурный мальчик идет. И навстречу ему идет хулиган, у которого нет никаких правил, который может достать любое оружие. Хоть нож, хоть любой другой кастет и так далее. И сделать все, что угодно. Это такая аллегория, но на самом деле она очень простая. Вот у Украины есть, как вот адвокат сказал, есть некий, он предполагает, какое-то количество людей, которых можно обменять на кого-то. Но, во-первых, непонятно, как Россия оценивает такую условную стоимость этих людей. Они не больно-то и за этих боролись. Ну, как бы, они же там, в общем-то, шахтеры. Вот, непонятно, как они оценивают их стоимость. Во-вторых, для обмена. Во-вторых, количество людей, которыми может располагать Украина для обмена, оно все-таки, на мой взгляд, конечно. И Украина не может хватать людей, как это делает Российская Федерация. А в Российской Федерации, в связи с тем, что территории Донбасса, часть территории Донбасса и весь Крым оккупированы, ресурсов для захвата вот этого живого товара, именно как товар рассматривает Российская Федерация, они вообще безграничны. В Крыму каждый день задерживают новых людей. Я уже просто даже потерял счет этим арестам, задержаниям и так далее, потому что это происходит каждый день. Каждый день крымского татарина, вот в нашем телеканале АТР, начинается с консультации факта. Обыски, аресты. С чего дня? Каждый день. Обыски, аресты, уголовные дела, подписки о невыезде и так далее, и так далее. А вчера произошло вообще страшное событие. Просто человека запихнули в машину и увезли. Это молодой человек, 30-летний. Он крымсо-татарский активист, он член исполкома Всемирного конгресса крымских татар Ирвин Ибрагимов. И все, и человек пропал. И уже мы считаем за радость, что если силовики бы объявили, что они его взяли, потому что самое страшное, что они не принимают даже родителей документы на розыск, и они не говорят, что они его взяли. То есть обычно как это происходит? В який способ отмывается отмова? Тобто, батьки несут заяву, что людина сникла, они кажут, что я не берем. Отказываются и все. Понимаете? Как будто мне нет преступления никакого. И остается только гадать и надеяться на проведение и на что-то еще, что вот он просто жив, потому что невозможно выяснить ничего, что с ним произошло. Потому что там есть две технологии. То есть в Крыму Россия использует два типа морального террора. Один тип, условно я называю, дневной террор, а другой ночной террор. Дневной террор, это когда весь арсенал так называемого законодательства применяется. Антитеррористическое, экстремистское. Там Меджилис признали экстремистской организацией. Каждого можно сажать, вообще любого. Любого мусульманина можно хватать и объявлять террористом за милую душу. Хотя нет ни одной гильзы, ни одной пули, ни одного устройства взрывного никогда в Крыму не было. Это шитые белыми нитками дела. Это первый вариант террора. Потом они хватали после акции протеста, не санкционированные в Крыму, они похватали людей на административные дела, переписали машины, кто там не подчинялся. Они сейчас суды там проходят и так далее. За всякие эти акции это еще долго будет аукаться, они будут мстить. И ночной террор это когда человек просто физически должен испытывать страх. Знаете, вот вы смотрели фильм «Список Шиндлера»? Да. Вот когда человек идет по улице Гетто, выбирает любого и стреляет ему в затылок просто. А потом идет дальше. И это безнаказанно. Вот этот вариант, не дай бог, применен в случае с Рвином и Ибрагимовым, что люди просто пропадают. Он не первый и даже не десятый. Люди пропадают просто так. И вот в этом страхе людям приходится жить. Это я к чему? Во-первых, к тому, чтобы зрители поняли, что происходит в Крыму. Там не просто 37-й год. Там еще это умножено на какие-то гибридные формы травли, унижений, террора и абсолютной беззащитности. То есть человек должен просто чувствовать себя жертвой, с которым может палач делать все, что угодно. По закону, не по закону, неважно. И второе, почему я это говорю, потому что это прямую связано с вопросом освобождения Савченко, Крепюка, Клыха, вообще всех украинских заложников. Сколько бы Россия может отдать еще Сенцову, ну предположить, дай бог, если так случится, Кольченко, еще кого-то, еще кого-то. Но ресурс для захвата заложников у России в нынешних условиях безграничен. Поэтому вот процедура обмена, даже при условии посредничества самого Барака Обамы, Меркель, Оланда и всего мирового сообщества, она не является решением этой проблемы. Эта проблема будет репродуцироваться дальше и дальше, потому что, ну, я объяснил почему. Так, я хочу на... Продолжение следует...